Сура 50. Кааф. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Кааф. Я, Аллах, клянусь Кораном славным. Да, удивились они, многобожники Мекки, что пришёл к ним, предостерегающий о наказании Аллаха, увещатель, пророк Мухаммад, из них, из их же народа, и сказали неверующие. Это нечто удивительное. Разве это возможно, что когда мы умрём и станем землёй, полностью истлеем, снова будем возвращены к жизни? Это далёко от того, чтобы случиться. Невероятное. Возвращение. Ведь мы, Аллах, знаем, что земля отнимает от них, от тел умерших. И у нас есть книга хранимая, от изменений, и в которой записано всё, что было и всё, что будет. Наоборот, они, эти многобожники, сочли ложью истину, книгу Аллаха, когда она пришла к ним. И они в смятенном, запутанном состоянии, они не знают, чего им придерживаться. Разве они не смотрели на небо, которое над ними, на вселенную, как мы воздвигли его, на упорядоченность его, и разукрасили звёздами, и нет в нём, в небе, расщелин, изъянов. И землю мы разослали, сделали её пригодной для жизни, и устроили на ней устойчивые горы, и произрастили на ней, на земле, всякие великолепные и полезные пары растений. И всё это Аллах создал, как разъяснение и напоминание всякому рабу, обращающемуся к Аллаху. И низвели мы с неба воду, дождь, благословенную, в которой много пользы, и вырастили ею сады и зёрна посевов, и пальмы высокие, у которых плоды рядами. И всё это Аллах вывел из земли, в удел, как пропитание рабам, и оживили мы ею этой водой безжизненную засушливую местность. Так же, как мы произрастили всё водой, будет произведён исход, воскрешение в день суда, живших на земле, отвергли, не уверовали в пришедших посланников, и до них, до многобожников Мекки, народ Нуха, и обитатели Араса, колодца, и Самуд, Самудяне, народ пророка Салиха, и Ад, Адиты, народ пророка Худа, и фараон, и братья, народ Лута, и обитатели Аль-Айки, народ пророка Шуайба, и народ Тубба. Все они, эти перечисленные народы, отвергли посланников Аллаха. И исполнилась обещанная им моя угроза. Все они погибли от наказания Аллаха. Разве ж мы ослабли с первым сотворением? Разве хоть чуть убавилось могущество Аллаха после того, как Он сотворил всё сущее из ничего? Но всё равно они, многобожники, пребывают в сомнении о новом творении относительно воскрешения. И уже мы сотворили человека и знаем, что нашёптывает ему его душа, знаем его тайные помыслы, и мы ближе к нему, чем его шейная артерия. Вот принимают, записывают слова и деяния каждого человека, два приёмщика, два ангела, которые постоянно наблюдают за ним и которые находятся справа и слева от него, сидя. Ангел справа записывает благие дела, а ангел слева записывает плохие деяния. Не успеет произнести он, человек и слово, как у него всё время готовый записать надсмотрщик. Ангел, который записывает его слова. А придёт агония смерти, тяжёлое предсмертное состояние, которое затмит разум. С истиной, во время смерти человеку станет ясна истина о награде Аллаха, о его наказании и воскрешении. Это смерть, то, от чего ты уклонялся, пытался избежать. И будет дунуто в рог. Ангел Исрафил подует в рог. Во второй раз, на воскрешение. Это дуновение, день обещанного неверующим наказания. И пришла всякая душа, а с нею погонщик и свидетель. Два ангела, один из которых ведёт его к месту сбора, а другой будет свидетельствовать о всех его земных делах. И будет сказано человеку в день суда. «Был ты, о человек, в небрежении об этом, о том, что ты сейчас видишь. И мы сняли с тебя твой покров, покров небрежения. И взор твой сегодня остр. Ты видишь сегодня то, чего не видел при жизни на земле». И сказал его сотоварищ, ангел-песец, «Вот что у меня подготовлено, что записано из дел человека». После того, как Аллах Всевышний решит между своими творениями, он скажет двум ангелам, погонщику и свидетелю, «Ввергайте вы двое в гиенну, в ад, каждого упрямого в принятии истины неверного, удерживающего самого себя от исполнения своих обязанностей по расходованию ради Аллаха добра, имущества, приступающего к границе запрета, установленной Аллахом, сомневающегося в его обещании и его угрозе, который сделал для себя наряду с Аллахом другого Бога, предал Аллаха. «Ввергайте же вы два ангела его в жестокое адское наказание». Сказал его товарищ, сатана, который был вместе с ним в мире, «О Господь наш, я не сбивал, не заблуждал его, но он сам был в далеком заблуждении». Сказал Аллах Всевышний, «Не припирайтесь, не спорьте у меня сегодня о расчете и воздаянии. Я предупредил вас в мире угрозой о наказании тех, кто проявит неверие в меня и ослушается меня. Не меняется слово «у меня», и не притесните ли я для рабов. Ни один не будет наказан за грех другого. В тот день, в день суда, скажем мы гиене, аду, «Полна ли ты стала джиннами и людьми?» И скажет она, «Нет ли еще добавки?» И приближен будет рай для остерегавшихся наказания Аллаха так, что он будет недалеким. Когда они увидят рай, это будет для них дополнительной радостью. И будет сказано остерегавшимся. Это то, что было обещано для каждого обращающегося к Аллаху с покаянием в своих грехах, соблюдающего все то, что приближает его к Аллаху, того, кто боится милосердного Аллаха в тайне и приходит к нему в день суда, сердцем обращающимся, покаявшимся в мире. Входите в него, в рай с миром, в полной безопасности от всего плохого. Это день вечности, у этого дня нет конца. Им, этим верующим, то, что они пожелают там, в раю, и у нас добавка, дополнительное вознаграждение и самое величайшее из них — видение лика Аллаха. И сколько мы погубили до них, прежде этих мекканских многобожников поколений. Они, прежние поколения, были сильнее их мощью и много странствовали по странам, в поисках убежища. Есть ли спасение от наказания Аллаха? Поистине, в этом, в наказании прежних народов гибелью, напоминание тому, у кого есть разум или кто преклонил слух, прислушивается к тому, что ему говорят. И в это время он сам присутствует разумом, внимает речь. И я, Аллах, клянусь, что сотворили мы небеса, семь небес и землю, и то, что между ними за шесть дней. И за это сотворение ничуть не коснулось нас усталость. Терпи же, о посланник, то, что они неверующие говорят, так как Аллах все видит. И восславляй Господа твоего, вознося хвалу ему до восхода солнца, совершай утреннюю молитву. И перед заходом совершай предвечернюю молитву. И ночью, в часть ночи, восславляй его, и после земных поклонов, после молитв. И слушай, ожидай звука, наступление того дня, когда возгласит, дунет в рог, зовущий ангел из близкого места. В тот день, когда услышат они шум, воистину, несомненно, это день выхода умерших из могил. Поистине, мы, Аллах, оживляем и умерщвляем, и к нам возвращение всех в день воскрешения, для расчета и воздаяния. В тот день, когда земля будет раскалываться, изводя из себя тех, кто в могилах, и они будут спешащими к зовущему, это, сбор, легкое для нас собирание. Мы лучше знаем, что они, многобожники, говорят, какую ложь они измышляют на Аллаха, и как отвергают его знамения. И ты, о посланник, не принудитель для них, чтобы они стали покорными Аллаху. Ты, о пророк, послан всего лишь для того, чтобы донести до них истину. Поэтому напоминай же Коранам тому, кто боится моей угрозы, потому что тому, кто не боится моей угрозы, не поможет напоминание.